Маршрутное такси, которое ехало из Иркутска в Аршан, перевернулось в Шелиховском районе. Погибла одна пассажирка. Все произошло на Култукском тракте, одном из самых опасных в стране. Что могло привести к трагедии, мнение пассажиров маршрутки и сотрудников ГИБДД выслушал Павел Марчуков. Дорожный знак указывает на сложность магистрали, но водитель маршрутки сообщением Иркутск-Аршан не учел крутого спуска, а также мокрого асфальта. Машина оказалась в кювете, где два раза перевернулась. Микроавтобус выполнял первый утренний рейс. От областного центра он отъехал всего на 41 километр. В этой аварии погибла 47-летняя пассажирка маршрутного такси. Когда машина оказалась в кювете, женщина вылетела из окна микроавтобуса, а сам автомобиль упал на нее сверху. В день, когда произошло ДТП, жительница Санкт-Петербурга прилетела в Иркутск и планировала отдохнуть на Аршане вместе с родственниками. В курортный поселок Буряти ехали все пассажиры маршрутки, а их было 13 человек, в том числе четверо детей. Лишь по счастливой случайности несовершеннолетние серьезных травм не получили. Трое пострадавших приехали в больницу сами, на попутных машинах. Остальных доставили в лечебное учреждение, две бригады скорой помощи. Те пациенты, которые поступили в нашу больницу, осмотрены специалистами. У них необходимая помощь оказана. К счастью, 9 пациентов получили легкой степени тяжести травмы. Вот им оказана помощь и отправлены они на амбулаторное лечение. Одна пациентка госпитализирована в травмоотделении. Сколько времени Елена Маншеева проведет в больнице, пока неизвестно. У нее травмы спины и ноги. В момент аварии девушка сидела на переднем сидении и помнит, как после происшествия водитель пытался помочь пассажирам. Шофер сам тоже, я слышала, так мимо уха, что он забежал в салон, что-то там кому-то помогал, он его вытаскивал. Когда мы выезжали с Иркутска, он сам всех пристегивал. А еще и женщина такая говорит, я же не маленькая, я могу сама. Он сказал, нет, я сам буду вас всех пристегивать. Он сам все пристегивал, все. Даже меня. Однако назвать законопослушным водителя нельзя. В этом году его уже штрафовали за превышение скорости. Не исключено, что и перед аварией он ехал слишком быстро. Кроме того, в тот день нарушил еще два правила перевозки пассажиров. Водитель выехал на линию, не поставив отметку о том, что он выдвинулся по маршруту. Также у него отсутствовала карта в тахографе, что, соответственно, является нарушением. Какое наказание понесет водитель, говорить пока рано. По факту аварии возбуждено уголовное дело. Кроме того, не исключено, что будет заведено еще одно. За оказание услуг, которые не соответствуют требованиям безопасности. Павел Марчуков, Владимир Пинаев. Новости по будням.